МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крымчане и гости полуострова, приезжающие поправить не только физическое здоровье, но желая почувствовать благодать, оздоровиться духовно, становятся паломниками. И отправляются в Херсонес, Космодемьяновский монастырь, обитель преподобной мученицы Пороскевы, мощам святителя Луки в Симферопольский Свято-Троицкий женский монастырь. Эти святы неизвестны во всем мире. Однако же и самый молодой мужской монастырь святителя Николая в Холмовке известен не только в Бахчисарайском районе, где он возводится, но и далеко за Керченским проливом. В 2001 году на заре нового тысячелетия молодой, энергичный, тогда еще священник, отец Виктор, прибыл на сельский приход Никольской церкви. А 8 лет назад здесь была учреждена монашеская обитель. У нас небольшое село, и поэтому приход, собственно говоря, нашего монастыря совсем небольшой. Но, слава Богу, и благодаря святителю Николаю, потому что этого святого любят все, многие знают, вот благодаря и молитвам святого Николая нас посещают и паломники. Всякий христианин, он ездит в монастыри за благодатью, потому что, как говорил Серафим Саровский, самая главная цель христианской жизни – это стяжение Духа Святого. И когда ты приезжаешь в монастырь, то ты припадаешь к источнику благому. Чудесно обновившаяся иконе Божьей Матери Семистрельная – «Умягчение злых сердец», так еще называют этот образ, приезжает из всех уголков Крыма. Она была обыкновенная черная доска. Он треснута, видите, треснута она. Не было изображения на ней вообще, просто черной изображения не было. Ну, в общем, наш батюшка сейчас служил тогда в этом Никольском храме, Бахисарайе. Вот, она там, была доска. Ну, ее просто, ну, доска и все, выбросили. Выбросили на мусор, и она ночью пришла в алтарь. Сама пришла ночью, представляете? Никто не знает, как она пришла, каким чудом. Пришла в алтарь. Батюшка ведет службу. И видит, это доска лежит, изображение, появляется лик, руки, смотрит, семь стрел. И мироточит полные глаза, слез у ней. Вот она здесь. В этот день мы ее фотографировали. Мироточение иконы – еще одно чудо, о котором будут помнить всегда. Она действительно мироточит у нас часто. Вот, бывает, что-то у нас не обязательно к плохому, к хорошему. Вот, 13-е число нас замироточило, 14-е число мы уже в России. Бог даст, в монастыре будет семь храмов. Храм Купель в честь иконы Божьей Матери, неупиваемая чаша, святого пророка Претечи и Крестителя Иоанна, Христа Спасителя и Святителя Николая уже построены. Возводится надвратный храм. Этот храм был полностью сожжен. И вот сейчас мы видим это великолепие и хороший фикус. Видите, какая хорошая роспись здесь, правда? Вот, и поэтому, конечно, мы стремимся, особенно в престольные праздники. Люди, видя старания братьев, что каждый от времени монастырь украшается, восстанавливается, обустраивается, люди стараются тоже по силам своим помочь, поддержать и братьев, ну и наместника в этих трудах. Паломники Исаакского благочиния в Холмовке не впервые. Разными были их дороги к Богу. На уровне бабушки и дедушки у меня была религиозная семья, да? А вот мама и папа – это уже то, что было вырезано временем. Вот, но бабушки, когда они уходят туда, они за нас молятся. И они все, вот, как говорит опять старец Паисий, они говорят, что поскольку сейчас людей мало верующих, то Господь вот из каждого рода, как, знаете, дежурного выдергивает, чтобы он молился и отмаливал тех присутствующих. Поэтому вот так вот, в 17 лет я была неверующим человеком, потом поступила в Москве в институт, в Троице Сергия Лавра, и как бы дальше православная жизнь началась. Собираем группы с Божьей помощью и приезжаем, чтобы помолиться, чтобы получить благодать. Здесь хороший благодатный батюшка, отец Варнава, здесь прекрасная купель, здесь благодать, понимаете, вот уезжаешь, какой бы ни приехал больной, но когда уезжаешь с храма, чувствуешь себя обновленным. Алтарник Вячеслав из Севастополя подвязается в монастыре уже два года, а в храм впервые в жизни зашел в 20 лет. Он немногословен, но в характеристиках точен, особенно, что касается наместника обители, игумена Варнавы. Строгий, добрый. Плакать хочется, душа болит, понимаете, когда он нам рассказывает на проповеди. У нас прихожане приходят и плачут от него, а так он красиво говорит. Мне приятно, что в нашу глубинку вы, дорогие паломники, протоптали дорожку. И в этот праздник, святителя, мы с вами вместе молимся. Но не только в этот день, но и в другие дни вы посещаете, пребываете в нашу обитель. Раньше я немного даже обижался, когда о нашем монастыре и о нашем селе говорили «глубинка». Но в последнее время, вы знаете, иначе я осмысливаю это слово. Есть еще такое выражение в народе, как «у Христа за пазухой». В день памяти святителя Николая здесь богомольцы из Симферополя, Севастополя, Евпатории, Большой Ялты, из окрестных сел и Бахчисарая. Престольный праздник – одно из главных монастырских событий. И вообще Никола Угодник и покровитель обители и равноправный член каждой православной семьи, тем более монашеской. И наш народ православный настолько возлюбил святого Николая, что не считает его греком, но считает его своим, русским святым. И множеством храмов и монастырей украшена земля святой Руси в честь святителя Николая. И мы в числе тех многих, которые радуются и веселятся о таком великом заступнике. Мы в числе тех многих именем святителя Николая, который украшается обитель и наш. Скажите, какой у них бабушке русской, что он не русский святой, они вам не поверят. Поэтому мы, как Серафима Саровского, наша Сергея Радонская, очень почитаем Николая Угодника. Потому что он первый помощник. Я вот лично на себе испытала. Грек по происхождению из города, расположенного ныне на территории современной Турции, участник Первого Вселенского собора в 325 году. В Константинополе собралось тогда, как известно, более 300 епископов во главе с императором Константином обсудить и осудить антиохийца-священника Ария. Современник Николая, Спиридон Тремефонский, не смог убедить еретика. Как известно, на глазах у многочисленных собравшихся, в общем-то, готовых к чудесам, Спиридон совершил еще одно, продемонстрировавшее истинность догмата о триединстве Бога. Он сжал в ладони кирпич, из него извергся огонь, потекла вода, а крохи остались в руке святителя. Но как это иногда бывает в жизни, для определенной породы упорствующих и озлобленных людей самым весомым аргументом становится банальная затрещина. Святитель Николай сидел на своем месте, слушал, и когда уже не было больше доводов, святитель не выдерживает, подходит к Арию, и, как говорит житие и акафис святителя Николая, заушил Ария. Простыми словами он ему дал так, что Ария слетел со своего места, на котором он проповедовал свою ересь. Святитель Николай, по мнению соборян, нарушил правила, установленные святым первоверховным апостолом Павлом, об архиерейском поведении, и был лишен сана и заключен в темницу. Ночью, во время горячей молитвы святителя, ему явился спаситель вместе с Божьей Матерью, и вручили ему архиерейский амафор. Вы, может быть, часто не обращаете, иногда, может, не обращали внимания, что по бокам иконы над головой святителя Николая изображен Христос Спаситель, который держит Евангелие в руках, и Богородица, которая передает Николаю амафор. Так вот, именно они восстановили и оправдали своего служителя. Он не боялся дать заушину Арии, который был против того же Божества, что доказывал, что Бог только в единственном здесь следствии, то есть он не в трех лицах, а в двух. И потому что он очень быстрый помощник, и быстрый, и нас хорошо слышит. И поэтому, как еще в сотворении говорят, дитя попросит, он дитю поможет, старушка попросит, и старушке не откажет. Поэтому к нему все обращаются, потому что он очень быстрый помощник. Архимандрит Гавриил, игумен Варнава с братьей сразу двух монастырей преподобного Паисия Величковского из Морозовки и Свято-Никольского возглавили крестный ход прихожан и паломников. На улице пасмурно, но тепло, тихо и безветренно. Лужа после недавнего дождя не помеха, когда все единодушны. Свято-Никольский монастырь – обитель, где стали праздновать одними из первых в Крыму Рождество Святителя. Нужно сказать, что в Православной Церкви, кроме Рождества Христова, празднуются дни рождения лишь трех святых – Божьей Матери, Иоанна Претичи и Николая Чудотворца. 11 августа. Человека, раскрывающего нам величие того дара благодати, которым наделяет Спаситель каждого, приходящего к Нему, с чистым сердцем. Напоминание о близости своей ко всем и каждому. Подлинной радости, славы и вечной жизни для тех, кто будет неустанно укрепляться в решительности следовать Христу. Я сегодня безмерно рад и счастлив, и низкий вам поклон за ту веру, за ту любовь, которую вы наполняете храмы нашего монастыря. Я, конечно, радуюсь, но и трепещу, потому что то, что вы приходите под своды нашего монастыря, это и радостно, но и очень ответственно. В нас вы хотите видеть духовных пастырей и вождей, и это большая ответственность. И примером нам является сам Святитель Николай. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Молитвенно желаю, да был наступающим году on всемилостьев Господь сберегал вас в добром здравии и духовной радости, а своей щедройЯсницей и спасал вам свою всеукрепляющую помощь во всех благих трудах и начинаниях во имя Святой, Матери Церкви и нашего Богоспасаемого Отечества. И пусть в каждой семье по всей нашей древней Крымской земле вечно и радостно звучит ангельская песня «Слава Вышних Богу и нам земли мир в человеческих благоволениях». Благословение Божие да пребудет со всеми вами! С наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым! Субтитры создавал DimaTorzok